Приветствую! Большинство боев в игре происходит на дальней дистанции и у вас будет возможность расстреливать врагов отступая. В крайнем случае у вас будет два танка, которых в любой момент можно будет добавить в отряд. Учитывая все это, прокачка ближника танка весьма сомнительна. Происхождение нужно выбирать такое, чтобы оно стакалось с умениями. Также важно, чтобы происхождение не дублировало бонусы, которые вы получите от спутников, но об этом я расскажу позже. То же самое касается и навыков, то есть стоит избегать дублирования, ну например ночное зрение. Достаточно иметь одному человеку в пате, на мой взгляд. У вас и так будет человек с ночным зрением, поэтому брать его основному персонажу не обязательно. Разберем расы. Итак, начнем с лесного эльфа. Это отличный выбор дальнобойного бойца. В особенностях дублируется ночное зрение. Дублируется, потому что, как я уже говорил, оно будет у одного из ваших спутников. Но в данном случае это компенсируется остальными преимуществами. К тому же, возможно, что вы не захотите играть с тем спутником, что имеет ночное зрение. Черты под расы, быстроногий. Это еще больше уменьшает шанс, что враги смогут что-то противопоставить. Тактики ударил, отступил. Высший эльф мне не очень понравился, потому что это скорее такой гибрид стрелка и волшебника. Опять же, у нас будет компаньон, чистый волшебник. Так, ну теперь переходим к тифлингам. Тифлинги, Осмотея и Мефистофеля имеют неплохой потенциал в магии. Тифлинг Зориэль – эдакий гибрид, использующий оружие, основывающееся на силе и магию, что, на мой взгляд, не самый лучший выбор. То есть оптимальным тифлингам магом являются Осмодей и Мефистофель. Так, дроу, дроу лоз. Что еще? Вот про особенности расы, кстати, стоит сказать. Наследие фей дает преимущество против обворожения, но ни разу против меня такое не использовалось. А вот погружение в сон иногда применяют, но, опять же, очень редко. Думаю, ради этого точно не стоит брать и можно найти другое решение. К примеру, зафокусить и вывести первым из боя мага-врага, который может погружать вас в сон. Если это прям будет какой-то проблемой. Умение ручной арбалет. Интересное, но лично я долго играл и не нашел пока ни одного арбалета в начале. Возможно, разработчики добавят его в игру или он будет выдаваться сразу персонажу, но пока я не вижу в этом смысла, хотя, по идее, арбалет должен вносить больше урона, чем тот же лук. Хотя арбалет арбалету розни, конечно же. В общем, дроу лоз – эдакий гибрид стрелка и мага. К гибридам я отношусь скептически. Улучшенное ночное зрение – вообще бесполезный навык. Вам ничто не помешает подойти поближе, если будет необходимость. Оно того не стоит. Ну, собственно, все то же самое касается и дроу Селдарина. Переходим к человеку. Человек имеет много бонусов ко всему подряд, что, в принципе, не нужно, потому что вы сможете выбирать персонажей с узкопрофильными скиллами для прохождения каких-то конкретных проверок. Другими словами, раса человека здесь – это сборная солянка, самый худший гибрид из всех. Бессмысленный и беспощадный с точки зрения боевого применения. Поймите меня правильно. Играть за него можно, и даже пройти игру полностью, возможно, и на максимальном уровне сложности, но мы рассматриваем прежде всего боевую эффективность. Переходим к гитьянкам. Судя по набору особенностей расы, это дэмэдж-дилеры, то есть ближники с двуручным оружием, вносящие урон. У нас будет один такой персонаж по сюжету, и если у вас нет планов играть без него, то эту расу брать, на мой взгляд, невыгодно. Так, далее дварфы. Золотой дварф. Это отличный танк на впитывание урона и сдерживание вражеского натиска в первых рядах. Наверное, лучше всего брать эту расу в основу билда именно танка. Выносливость дает больше очков здоровья. Плюс дварфская живучесть. Она дает дополнительное очко при каждом повышении уровня. Это очень жирно, но не хватает здесь тяжелых доспехов. Но их можно будет другими дальше компенсировать. Щитовый дварф. Это танк с примесью дэмэдж-дилера, то есть того, кто будет впитывать и вносить урон. Гибрид. Ну, тоже получается гибрид, но довольно интересный. Плюс встроенные умения на среднюю броню. Но, скорее всего, для супер максимального уровня сложности нужен будет чистый танк. Идеальный. Скорее всего, это будет золотой дварф. Либо, если вам очень тяжело играть, мне кажется, лучше без компромиссов именно золотого брать, именно танка, чтобы он все в себя впитывал. Переходим к полуэльфам. Высший полуэльф. Можно выключить бонусами интеллект и мудрость, например. Ну, или вот здесь по умолчанию ловкость нам предлагали. Но, опять же, если интеллект и мудрость, вот мудрость все-таки пишет у нас основной навык. То есть это будет такой интеллект и мудрость, такой, ну, чисто маг, чисто маг. Такой атакующий маг, который стоит за танками, впитывающими урон, и навешивает различные заклинания, бафы, дебафы и что-нибудь еще. В принципе, это, скорее всего, такой класс альтернативы тифлингам. Не знаю, насколько лучшая. Наверное, все по ситуации. Где-то, может быть, им будет проще, а где-то сложнее. Фокусы, на мой взгляд, у них довольно слабые. Можно взять брызги яда или что-то другое на ваше усмотрение. Так, идем далее. Лесной полуэльф. Это, в принципе, то же самое, только без магии и с бонусом к скрытности. Зачем она вам ума не приложу? Если вы решили всех обворовывать, да, такие красные значки будут, что вы, типа, это украдете. Ну, мне кажется, вам все равно нужно будет использовать загрузку и сохранение. И тратить на это черты под расы, ну, не знаю, мне кажется, неразумно. Далее. Полуэльф дроу. Сомнительный вариант. Освещение окружения в радиусе. Мне это ни разу еще в игре не пригодилось. Я не понимаю, зачем это нужно. То есть, не говоря уже о том, что вы просто тупо факел можете найти в игре. И все. И в чем проблема? То есть, это не нужно абсолютно. Значит, и последняя раса. Это полурослик. Из шира практически. Легконогий полурослик. Интересный вариант для тех, кто играет без отгрузки и сохранения. Также эта раса будет актуальна, если разработчики добавят режим игры с одним сохранением, которое удаляется в случае, если ваш отряд погибнет. Как бы то ни было, вы сможете перебросить кубик, если на нем выпала единица. И вот это на самом деле портит все. То есть, лишь единица, если выпадет, вы сможете его перебросить. Если у вашего оружия, например, 1D4 или 1D6, то вероятность это получается 1 из 4 или 1 из 6, соответственно. Если же бросок, скажем, на интеллект требует 17, и такое в игре реально есть, я с этим сталкивался, то вы все равно проиграете, если вам выпадет, ну, например, 16. И что? То есть, шанс очень малый, что вам выпадет единица. В общем, если разработчики сделают переброс кубика в случае поражения или неудачи, тогда это будет имба, да. Это будет очень круто. А если лишь при единице, то это явно не стоит того. Если же вы решите качать его, то это похоже на такой гибрид стрелка-мага. Крепкосердечный полурослик, это то же самое, но с устойчивостью к ядам. Ну, тоже такой гибрид, ловкость, выносливость, ну, не знаю, очень сомнительный вариант. Мне кажется, оно того не стоит. Но с внешностью все понятно, сами разберетесь. Далее. Переходим к выбору классов. Жрец. Ну, здесь можно растянуть гайд на долгие часы, поэтому я предложу свои варианты. Фокусы, на мой взгляд, вот эти самые первые, они довольно слабенькие. В фокусе тут одно атакующее заклинание на максимум 8 урона, если выпадет. Священное пламя. В подготовленных заклинаниях очень мощный, очень мощный вот этот направляющий луч. Очень, очень крутой. У него огромный потенциал урона. Я несколько раз подряд ваншотал противников, то есть с одного применения убивал, причем таких боссов. Однако, использовать его можно ограниченное число раз, то есть нужно будет отдохнуть в лагере. Но, в принципе, это не будет проблемой, я думаю, чаще всего. Также есть исцеление. И не забывайте обращать внимание на особенности класса, чтобы они стакались с остальными бонусами создаваемого персонажа. Или органично дополняли слабые места. Ну, опять же, если вы хотите лечение быстрее взять, то вот здесь в подготовленных заклинаниях можете заменить. Ну, например, создание воды. Мне вначале вообще не пригодилось. Можно, например, вот так сделать. Если вы, конечно, хотите. Жрец из домена обмана у вас будет. Так что опять получится, что вы частично дублируете кого-то. Следующий класс воина. Ну, тут все понятно. Классический танк или можно взять под двуручника. Но, опять же, я уже говорил, почему его можно не брать. Потому что у вас будет один, как раз, кстати, жрец из домена обмана. Такой танк со щитом. Тоже очень много хилок будет. И у вас будет двуручник тоже. Вот. Но вы, в принципе, можете танку взять это. Потому что это добавляет умение тяжелая броня, которая танку, ну, очень. И щит еще. То есть, вообще, закачаешься. Враг устанет просто его убивать. Но это уже зависит от того, на каком вы уровне сложности играете, как играете и так далее. В принципе, у меня таких проблем не было, что прямо вся команда рассыпается. Вообще, таких проблем не было. Хотя игра сейчас очень несбалансирована и сложна по-своему. Далее. Класс следопыт. Ну, вот из этого раздела заклятый враг, берите по своему усмотрению что-то. В исследователе природы интересен... Вот этот укротитель зверей, он позволяет призывать фамильяра. Его можно использовать, ну, фамильяра, как для накладывания дебафов каких-то на врага. Ну, к примеру, слепоты. Если ворона призывает, у него будет такая способность ослепить врага. Можно также будет использовать и для отвлечения, или там впитывания урона. Хотя много они не выдержат, но это уже зависит от того, как вы будете далее по этой ветке качаться. В принципе, это более-менее такой универсальный навык, который много где можно применить по ситуации. Городской следопыт. Интересная часть про воровские инструменты. Взламывать замки в игре придется очень-очень-очень часто. Это в том числе будет нужно для продвижения по основной сюжетной ветке. Однако, у вас будет персонаж, которого можно будет вкачать в вора. То есть, это стоит брать только если вы по каким-то соображениям не будете этого вора. Ну, не захотите с ним играть, чтобы он был с вами в пате. Странники пустоши, холода, огня и яда. Ну, это слишком ситуативно и брать не стоит, на мой взгляд. Если вам нужна будет защита от конкретной стихии, можно будет что-то другое, более лучшее придумать. Потому что все равно вам придется что-то придумывать. Ну, это просто не поможет на протяжении всей игры. Далее, класс Плут. Возможно, лучший выбор для вора. Можно как колоть ножичком врагов со спины, идя через скрытность, так и использовать дальнобойное оружие. Однако, персонаж этого класса, как я уже говорил, будет у вас в пате практически сразу. Поэтому смысла мало, если вы не будете вора выгонять. Если вы будете с ним играть, то есть тоже по этому смысл теряется. Но я вам покажу попозже, какие навыки будут, кто у вас будет быстрее всех в пате, из кого вы сможете выбирать. И вы решите. Может быть, вас это натолкнет на какие-то мысли. Далее, класс Колдун. Подкласс Бестия. Ну, тут есть из чего выбрать. Есть атакующие заклинания, которые можно будет усилить с уровнями, добавив к ним бонус от основной характеристики. Из фокусов вот этот потусторонний взгляд интересен. Как раз к нему вот этот бонус можно будет добавить, которым я говорю. Атакующие заклинания. Вот эта малая иллюзия у меня на данный момент не работает. Возможно, разработчики исправят это или как-то ее там заменят. По заклинаниям. Броня Гафиса повышает очки здоровья и наносит ледяной урон любому, кто вас атакует. Ключевое слово – вас. То есть, стоит брать его, если вы качаете танка. В остальном это бессмысленно. Не будете же вы специально подставлять тонких персонажей, магов, под персонажей врага. Маги будут стоять сзади и накидывать урон. А это заклинание, получается, нельзя наложить на кого-либо, кроме себя. Ну, может быть, оно в каких-то узкоспециализированных очень ситуациях поможет. Но это того не стоит, на мой взгляд. Приворот гуманоида у меня не работал. Но в потенциале, если это заставит врага сражаться против своих, интересный вариант. Но это в потенциале, если дальше он будет так развиваться. Однако в описании, вот можете почитать, там указано, что обвороженное существо не сможет вредить только тому, кто его обворожил. Если в этом вся суть заклинания, то оно бессмысленно, так как маги будут стоять сзади и вносить урон. Получается, танка все равно будут избивать. Поэтому не качаем. Большой потенциал у адского возмездия. Можно создать какой-нибудь безумный билд танка Тифлинга, у которого будет устойчивость к огню. И использовать это на врагов. Ведь при повторном попадании сказано, что вокруг врага все загорится. Но я думаю, это слишком мудреный и не сработает на ком-то с устойчивостью к огню. Не знаю, может там каким-нибудь будут потом огненные големы. Ну, например, это просто лучше делать что-то более универсальное. Ведьмовской разряд, как вариант. Так, что у нас там еще? Ну, вот особенности класса благословения темного. Весьма сомнительны, если это дает до пачки здоровья с уровнем. Так как незачем колдуну становиться танком. То есть, получается, эта особенность, она отнимает что-то от других. Потому что разработчики же стараются все это сбалансировать. Ну, и это не очень разумно, на мой взгляд. Ну, и на данный момент я существенной какой-то разницы с подклассом Великий Древний не обнаружил. Просто есть альтернативные варианты со станом. Вот здесь. Так, теперь переходим к классу Волшебник. У нас будет этот класс персонажа в компаньонах. Однако, максимум, вы сможете иметь только четырех спутников. И кто-то всегда будет ждать на базе, ну, в лагере. В моем случае я выкинул, кстати, как раз Волшебника. Так как хочу мутить с обеими девками. Ну, в общем, не об этом сейчас разговор. Ну, там еще на подхвате у меня как раз вор. Ну, в общем, вы можете выбрать по этим причинам класс Волшебника. Если тоже хотите с няшками бягать. Ну, вот здесь вот в фокусах огненный снаряд и ледяной луч хорошие, на мой взгляд. Руку можно заменить при желании на, например, брызги яда. Но, в принципе, можно оставить и руку. Возможно, она найдет свое применение, хотя я ей не пользуюсь. Вот. Ну, то есть, с объектами там, например, что-то с бочками сделать или еще что-то. Ну, тоже такое ситуативное. А что, если бочки нету? А что, если вам нужно подходить ближе? Ну, в общем, много нюансов. Так. Заклинания. Значит, масло. Это для комбинации с огненными заклинаниями. Сначала заливаете маслом, затем поджигаете. Можете отступать, чтобы враг, преследуя вас, загорелся. Облако тумана. Это для выведения вражеских дальников, стрелков, магов. Но они могут выйти из него, поэтому тоже такое, ну, сомнительное. Я бы заменил, наверное, облако тумана на призыв фамильяра. И там будет выбор из множества фамильяров. Довольно это интересно. Ну, и еще сон. Сон может пригодиться для выключения слабых врагов, потому что, видите, тут сказано до 24 хитпоинтов. То есть не больше, чтобы у них было 24 единиц здоровья. То есть боссов выключать так, ну, не получится. Либо каких-то совсем маленьких слабых мини-боссов. Это нужно, чтобы вы разобрались с какими-то, может быть, танками или боссами. И вам нужно выключить каких-то более слабых, чтобы они вам не мешались под ногами. Вот. Остальное по вашему усмотрению и стилю игры. Переходим к навыкам. Вот эти навыки, которые здесь, они меняются в зависимости от класса, который мы выбираем. Они меняются. Ну, опять же, из раз у вас сразу будет полуэльф. И далее, в зависимости от прохождения, довольно быстро высший эльф, человек и гитьянка. Соответственно, брать с собой вы сможете лишь троих, потому что вы будете четвертым. Далее, с течением времени, могут к вам присоединиться и другие персонажи. Но это я рассказываю именно про тех, кто будет доступен практически с самого начала игры. В умениях у вас уже все распределено по умолчанию разработчиками. Можно тут ничего не менять. Далее вы щелкаете стрелочку вправо. И выбирайте внешность той, что будет вам сниться. После чего нажимаете внизу смело в бой. Не забывайте, естественно, на многих экранах вот так вот проматывать колесиком мыши. Ну, или вот такой ползунок здесь передвигать, чтобы все полностью раскрывать, смотреть. И да, вот так вот вернуться на крестик обратно. Очки умений рекомендуют делать четными числами. Ну, то есть 8, 10, 12, 14 и так далее. Давайте я вам покажу статы своих персонажей. Это не спойлер. Ну, если вы какой-то перфекционист, тогда зачем вообще это видео смотреть? В общем, если вы не хотите смотреть это, вы можете сейчас выключить видео. Но я не считаю, то есть это чем-то... То есть, на мой взгляд, это никакие не спойлеры. Ну вот, я сейчас нахожусь как раз в лагере, тут даже ничего не видно. Итак, так, нажимаю I и перехожу в панель персонажей. Собственно, ставьте на паузу при создании персонажей, если не хотите повторяться. Ну, собственно, вот это мой основной персонаж, у вас такого не будет. Все остальные у вас будут. И сейчас я еще одного из них заменю на кого-нибудь, чтобы полностью вам все продемонстрировать. Все поставили на паузу, если хотите. Так, можно вниз продвинуть, можно вниз продвинуть и этого вниз продвинуть. Так, теперь давайте здесь вот раскроем навыки от умений. Итак, все, я раскрыл все полностью. Давайте, значит, смотреть. Вот в силе, например, атлетика плюс 5. То есть сразу учитывайте, если у вас будет какое-то испытание где-то атлетики, вы просто сможете переключиться на этого персонажа, и он за вас это испытание пройдет от его лица. То есть поэтому вы основному своему персонажу можете атлетику не качать. Но в каких случаях стоит качать атлетику, если она вам не нравится, по каким-то соображениям вы не будете ее брать с собой, тогда вам потребуется кто-то с атлетикой. Ну и то же самое касается всех навыков дальше. Значит, смотрите, если что, ставите на паузу, листаю вниз. Вот броню смотрите. Дальше все. Следующего листаю. Также вот видите проницательность на пятерку. То есть уже если вы будете с этой няшкой полуэльфийкой играть, бегать, то зачем вам проницательность? Ну вот, плут, вор. Вот здесь вот пишется его класс, подкласс. Акробатика тоже получается ловкость рук, скрытность плюс 5. Ну и плюс 4 тоже неплохо достаточно. Вот ночное зрение опять же у него есть, о котором я уже говорил. Смотрите, если что-то ставите на паузу. Хорошо. Да, и выносливость, это не я забыл ее щелкнуть, она тогда не открывается просто. Ну и собственно вот последний, кого я смог быстро сагитировать к себе в пати, это волшебник Школа Преграждения. Вот можете посмотреть его умения, в интеллекте магия 5, история 5, расследование 5, природа 3, религия 3. Смотрите, ставьте на паузу. Человек. Умения, все, все четко. Вот как выглядит инвентарь этих персонажей. На моего не смотрите, хотя я вам могу показать те вещи по луту, которые мне выпали, на случай, если вы будете планировать под них какую-то свою прокачку, можете ставить на паузу, все смотреть опять же. То есть это вам возможно откроет что-то, что качать не надо. У нее есть навык на тяжелую броню, но тяжелая броня хуже, чем ее броня по умолчанию, поэтому я не ношу. Вот, это то, что я ей дал. Лук я просто даю на всякий случай. Вот, булава, щит, лук, это я тоже выдал. Посох, простые сапоги. Так, ну и вора показываю. Кожаный шлем, это я нашел, ему дал на ловкость, потому что у него это... У него это основной атрибут, видите, он отмечен звездочкой, основной атрибут. В общем, вот что у него из снаряжения. Короткий меч, кинжал, все. Ему я, кстати, дал воровские инструменты, как раз у нас на взломе. Еще у него есть саперный набор, но это уже отдельная тема. Я записываю это видео, когда прохожу игру. Здесь сейчас нет выбора уровня сложности. Кто-то говорит, что сейчас сложность максимальная в игре. Но это такой вопрос для обсуждения. В любом случае, игра в раннем доступе и с боями ощутимых проблем у меня конкретно нет. Перезагрузок из-за боев, из-за боев фактически я не имею. Даже вступая в бой изрядно потрепанным и без части заклинаний. Кстати, в игре есть ошибки в русской локализации. Так что, если я в чем-то ошибаюсь, меня поправят в комментах. Плюс игра активно разрабатывается, так что могут что-то изменить со временем. Это видео получилось такой взгляд на создание персонажа в Baldur's Gate 3 в целом. А в последующих видео я, возможно, выпущу конкретные варианты. Пишите свои билды и схемы в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok